Артемий Кеевич, это Сергей Штойбер пишет. Один из моих любимых фильмов «Даунхаус». Как вам опыт съемок в кино? Сергей, могу вам сказать, что я снялся, по-моему, в пяти или в шести даже фильмах, в одном даже фильме известного режиссера Андрея Кончаловского «Глянец». И это далось мне очень легко. Я, в принципе, считаю, что нет профессии более простой и примитивной, чем профессия киноактера. Абсолютно любой человек с любыми способностями может сняться в кино. Естественно, надо обладать какими-то специальными качествами, чтобы быть великим и непревзойденным актером. Тут да, тут, конечно, без таланта, наверное, не обойтись. Но для того, чтобы просто более или менее адекватно, непозорно в кино сыграть, это очень и очень просто. Вот что, во-первых, снимается все такими коротенькими эпизодиками – 30 секунд, минута, полторы минуты, все очень коротко. Во-вторых, каждый такой эпизодик снимается по многу раз. То есть, если ты в чем-то ошибся в первый раз, то переснимается второй, третий, четвертый, пока у тебя все не выйдет идеально гладко. И фразы свои ты уже будешь помнить так, что тебя посреди ночи разбудит и тут же ее отчеканешь. Ну и, наконец, уже для полных дебилов, которые не смогли что-то проговорить во время съемок, имеется еще отдельно, уже после того, как все закончено, отдельно процесс озвучивания. Когда ты находишься в студии, стоишь в наушниках, перед тобой экран с кадрами, в которых ты снимался, и ты их озвучиваешь какими-то своими словечками, уже по бумажке, уже так, что, ну, в общем-то, всякому понятно. Так что очень простое это дело. В кино сниматься хорошо и интересно, если хорошая компания. «Даунхаус» получился таким веселым фильмом, что там у нас была компания замечательная. Ваня Охлобыстин, Федя Бондарчук, девушки всякие знакомые, хорошие. В общем, мы там прекрасно проводили время, тем более, что много сцен снималось во время застолья. Так что, как вы понимаете, да, в общем-то, можно было и без сценария этот фильм снимать, все равно было бы кайфово.